Спасибо большое за такое доброе приглашение, доброе представление. Я благодарю за предоставленную возможность выступить. Вообще считаю, что этот симпозиум, который проходит уже второй симпозиум, он чрезвычайно важен, потому что он расширяет наше представление об объеме творческой, деятельностной мысли русского зарубежья. В том числе о тех инициативах, которые не касались литературных публикаций, издания, которые шире, которые выходили в жизни, которые были связаны с утверждением наследия русской мысли и русской культуры в тех странах, в которых деятелям русского зарубежья пришлось жить и работать. Значит, мой доклад, он посвящен мемориальным инициативам представителей Федоровиана русского зарубежья. И, собственно, касаться он не будет только двух лет, то есть 1933-1934 годы, потому что это именно те годы, когда отмечалось, прежде всего, в русском зарубежье, потому что в Советской России в это время было самое глухое время, когда, собственно, все деятели Федоровианы Советской России уже находились в лагерях, и поэтому, естественно, ничего там было невозможно. А вот в русском зарубежье 30-летие со дня смерти русского религиозного философа, автора философии общего дела Николая Федоровича Федорова, так или иначе было отмечено. Я сегодня попытаюсь рассказать о наиболее важных инициативах, с этим связанных. Ну, конечно, вообще русская эмиграция первой волны, она мимо фигуры Федорова не прошла. Нужна некоторая предыстория. Интерес к его идеям возникает во второй половине 20-х годов и не затекает до самой войны. То есть тогда о московском Сократе пишут и говорят философы и богословы, писатели и публицисты, деятели общественных и политических течений. Значит, почему Федоров, фигура Федорова так оказывается интересна деятелям эмиграции? Потому что они пытаются найти некий третий путь, некий третий путь между, так сказать, кризисом экономическим, духовным, культурным, который в это время переживает Европа. Мы знаем, что, собственно, в десятые годы выходит книга Шпенглера о закате Европы, и она активно обсуждается, так сказать, среди исследователей, среди философов, среди писателей, публицистов. И тем, так сказать, безрелигиозным строительством земного рая, который осуществлялся в Советской России, они пытались найти некоторую альтернативу двум этим путям. То есть найти некие целостные и совершенные формы общежития, которые бы как бы сочетали правду личности и правду целого, где труд был бы утвержден как такое творческое созидающее мироотношение, где не было бы эксплуатации человека-человеком, но в то же время христианство стало бы движущей силой истории. И вот еще эти, стремясь наметить эти принципы целостных, совершенных форм общежития, они как раз обращаются к идеям Федорова. И не случайно Варшавский, он позднее вспоминал, что многие неясно чувствовали, что, может быть, именно в общем деле Федорова была намечена та новая соравная коммунизму идея, которая искала иммиграция. И вот интерес к Федору в 20-е годы нарастает, и инициативы мемориальные, которые, так сказать, рождаются вот уже в связи с его 30-летним юбилеем, они были, так сказать, инициированы, вот, инспирированы, собственно, двумя деятелями русского зарубежья. Вот тут вот действительно мы можем говорить о роли личности в истории. Это философ-экономист Николай Александрович Ситницкий, который с 1925 по 1935 год живет в Харбине, вот, и действует в Харбине. И писатель, философ, публицист, один из ярких деятелей евразийского движения, вот, второй половины 20-х, 30-х годов, Константин Александрович Хитц. Вот что касается Ситницкого, то Ситницкий, приехав уже в Харбин в 1925 году, он прежде всего принимает, предпринимает целую серию издательских инициатив. И, собственно, вот все его издательские инициативы, они как раз посвящены тому, чтобы познакомить эмигрантскую среду и дальневосточную эмиграцию, и эмиграцию Праги, Парижа, Берлина с идеями Федорова. Значит, что он делает? Он с 1925 по 1935 год публикует целую библиотечку федоровской литературы. Он печатает свои работы, он печатает работы своего друга и соратника Александра Константиновича Горского, который в это время живет в Советской России. И вот эти работы и брошюру «Смертобожничество», которая посвящена такой активно христианской трактовке истории, утверждении темы преодоления смерти как важнейшей богословской проблемы. Эта книга выходит в 1926 году. Потом он печатает целую серию очерков Федоров и современности своего друга Горского. Он печатает его важнейшие работы о взаимодействии, духовно-творческом диалоге Толстого и Федорова, Достоевского и Федоров. Наконец он печатает свою главную книгу о конечном идеале, он ее выпускает как раз в 1932 году, буквально вот за год до, собственно, вот этого 30-летнего юбилея. И основной пик этих изданий, он приходится как бы между двумя юбилейными датами. То есть первая юбилейная дата, как тогда считалось, это 1928 год, потому что считалось, что Федоров родился в 1928 году. Только, собственно, в наши дни уже было утверждено, что все-таки год рождения Федоров в 1929, а тогда считалось, что он родился в один год с Толстым. И вот, собственно, с 1928 года по 1933 год это пик такой максимальной издательской активности Чиидзе. Причем библиотечка этой Федоровской литературы, она активно посылается им в центры европейской миграции. То есть он посылает ее в Париж, он посылает ее в Прагу, он посылает ее в Берлин. Он начинает переписку с ведущими деятелями русской миграции. Прежде всего, это Николай Александрович Бердяев, для которого Федоров была фигурой не чужда, он интересовался идеями Федорова и активно, так сказать, их продвигал. И благодаря, собственно, вот этой переписке целый ряд публикаций, в том числе из неизданного, из третьего тома «Философия общего дела» выходит в журнале «Путь, издаваемом Бердяевым». И вот в 1933 году, так сказать, выходит последняя публикация «В пути», посвященная Федорову, как раз которая была инспирирована Ситницким, потому что он в 1932 году посылает Бердяеву именной экземпляр своей книги о конечном идеале. И, кроме того, он посылает ему неопубликованную статью Федорова «Что такое добро». Причем интересен выбор этой статьи. Дело в том, что Бердяев еще в 1928 году, вот в этот юбилейный год, значит, как тогда считалось со дня рождения Федорова, он печатает в пути большую статью «Три юбилея Толстой, Генрих Ипсона, Николай Федоров». И вот памятуя об этом интересе Бердяева не только к Федорову, но и к Толстому, и понимая, что вообще Федорова надо вводить не только в эмигрантскую среду, но и в среду, собственно, европейской мысли и культуры через какие-то знакомые фигуры, потому что понятно, что фигура Федорова не так была известна, как фигура Достоевского и Толстого, то именно статью Федорова «Что такое добро», посвященная Толстому, он посылает Бердяеву, и в 40-м номер журнала «Путь» в 1933 году она публикуется. И именно тогда, вот в 1932-33-м Сетницкий начинает предпринимать ряд усилий к переводу. Он мечтает о том, чтобы были сделаны, во-первых, переводы, какие-то переводы философии общего дела и переводы тех работ, которые были изданы им в Харбине. Прежде всего, это две работы Горского, посвященные как раз духовно-творческим взаимоотношениям Толстого и Федорова. Толстого и Федорова и Достоевского и Федорова. Ну, вот что касается Достоевского и Федорова, к сожалению, здесь тоже ему ничего достичь не удалось, хотя он ведет активную переписку, но с деятелями русской миграции. Ну, вот что касается Толстого и Федорова, то здесь удалось, потому что как раз Константин Александрович Хидзе, вот, о котором я уже упомянула, писатель, журналист, оригинальный мыслитель, один из ярких деятелей вразийского движения 20-30-х годов, с которым он вступает в переписку с конце 29-го года, горячо откликается на эти инициативы. И вот в 1933 году благодаря Чхидзе в Праге выходит в издательстве Квасничка и Гампли, выходит в переводе как раз вот брошюра Горского-Горностаева «Перед лицом смерти» Лев Толстой и Николай Федоров. На нее появляется целый ряд интересных ярких откликов, вот, причем уже в чешской культурной среде, а дело в том, что Чхидзе, собственно, один из таких, так сказать, посылов его деятельности, пафос его деятельности в Праге, он заключался не только в том, чтобы познакомить с идеями Федоров, потому что он одушевляется идеями Федоров в 1929 году, причем в некотором смысле, как тут происходит некое его обращение из Саввла в Павла, потому что первоначально, когда он был одним из сотрудников газеты «Евразия», ну вот газеты «Левого евразийства», вот, деятели которого как бы активно пытались сближать Федоровство и марксизм, он резко против этого восстает, вот, и он как бы борется, борясь с марксизмом, борется с Федоровым, но когда, так сказать, он начинает сам читать Федорова, углубляться в его идеи, когда начинается его переписка с Сетницким, вот частично она опубликована в как раз томике трудов Сетницкого 2003 года из истории философско-истической мысли 20-30-х годов, вот тогда он начинает понимать объем и масштаб мысли Федорова, буквально он говорит, что он подходит к нему, как Саввел подошел в христианство, чтобы обратиться в Павла, вот, вот, чтобы обратиться в Павла, и на основе как раз идеи Федорова он стремится развивать и внутри евразийства концепцию совершенной идиократии, он стремится к некоторому такому диалогу по революционных течениям русского зарубежья, то есть он вступает в переписку с деятелями по революционных течениям Парижа, вот, он вступает в переписку с деятелем Третьей России Баранецким, он вступает в переписку с Ширинским-Шахматовым, вот, значит, с деятелями младороссов, он очень активно переписывается вот с деятелями русского зарубежья, в том числе с представителями Свято-Сергиевского института, вот, и главная мысль его в том, чтобы вот на основе идеи Федорова утвердить идею целостного социального действия. Дело в том, что Федоров выдвигал некоторым образцом человеческого общежития Троицу, он говорил о том, что образ Пресвятой Троицы, которая как раз, как бы, три лица Троицы, они не слияны, не раздельны и связаны с союзом любви, они, как бы, являются некой совершенной моделью человеческого устроения, то есть все другие социальные модели, они в некотором смысле располагались с Федоровым по принципу ближе и дальше, или дальше они, так сказать, соотносятся вот с этим принципом Троицы. И вот Чхидзе постоянно утверждает этот идеал, и вообще он стремится утвердить вот в русском зарубежье значение Федоровских идей для постановки вопроса о судьбе христианства и церкви в мире, о возможности христианского дела в истории и вот об этом самом третьем пути. Значит, и в 1933 году, вот помимо, так сказать, издания, перевода вот этой его брошюры, он предпринимает в Праге целый ряд таких замечательных мемориальных инициатив. Самая главная инициатива, это, конечно, основание при литературном архиве Чешско-словенского национального музея архивного собрания архивного отделения Федоровиана Прагензи, задачей которого являются сборы хранения материалов, относящихся к Федорову. Причем интересно, что идея этого собрания, она оформляется в переписке Чхидзе и Сетницкого еще за год до, собственно, вот этой акции, то есть летом 1932 года. Вот тогда они обсуждают, так сказать, возможность создания вот этого собрания. Возможность создания этого собрания. Причем некоторым толчком, вот я уже упоминала фигуру Толстого, вот некоторым толчком, так сказать, к началу этой инициативы, собственно, становится передача Толстовского собрания вот как раз в литературный архив Музея национальной письменности. То есть тогда музей приобрел коллекцию писем Толстого. И вот, а мы знаем уже, я уже сказала об этом, что как раз на многолетние контакты Федорова и Толстого, на восторженные отзывы Толстого о Федорове, потому что Толстой говорил, я горжусь, что живу в одно время с подобным человеком, опирался, собственно, и Ситницкий, и Чьидзе параллельно в своих попытках продвинуть идеи Федорова в иностранных кругах. И тогда вот весной 1933 года Чьидзе запрашивает своего карбинского корреспондента, начать ли устройство отделения Федоровского музея, или я не знаю, как назвать, Чесском национальном музее. Там у них есть отделение Толстой, вполне можно устроить и Федоровское. Естественно, Ситницкий реагирует поражительно, начинает посылать ему целый ряд материалов, и Чьидзе ведет переговоры с Мирославом Новотным, заведующим литературным архивом музея. Он был яркий историк, литературный историк. И вот Новотный очень горячо откликается на эту инициативу. И вот 12 апреля 1933 года, причем сама эта вот акция, эта закладка Федоровиана Прагензи, она была оформлена вот как некая такая, не просто мемориальная, но символическая акция, потому что это произошло на Пасху. На Пасху 1933 года, а мы знаем, что для Федорова, для которого пасхальная тема, воскресительная тема, не просто тема памяти, а тема памяти воскрешающей, была, так сказать, ключевой в его наследии. Так вот, конечно, вот именно 12 апреля 1933 года Чьидзе передает Новотному, по одному экземпляру, умевшихся у него как раз, Харбинских изданий Ситницкого, некоторые свои работы. И вот с этого горчичного зерна действительно разрастается большой фонд, который ныне насчитывает 25 картонов. Очень интересный фонд, который Чьидзе пополняет на протяжении целого ряда лет. И фактически это архивное собрание, оно репрезентирует нам, вот, так сказать, горизонт восприятия идеи Федорова и в русской эмиграции, и в том числе в чешской культурной среде. Потому что следующей инициативой, которую выдвигает, ну, собственно, параллельно с этой закладкой в собрании Федоровиана про агензию Чьидзе является Федоровская выставка. Это действительно очень важное такое было дело. Он ее тоже сначала обсуждает в переписке, значит, с Николаем Александровичем Ситницким. Вот, значит, он, собственно, обсуждает с ним выставку. Вот, сначала, причем сначала она тоже, как горчичное зерно, возрастает из другой инициативы. Потому что сначала, собственно, Чьидзе хотел делать просто евразийскую выставку, и в рамках евразийской выставки сделать небольшой раздел о Федорове его учении и значении идеи Федорова для евразийства. Но затем, поскольку 1933 год, 30-летие со дня смерти, а понятно, что в свете Федоровских идей вообще годовщина смерти, она даже важнее годовщины рождения, потому что она как бы является напоена вот этим воскрешающим духом, да, мемориальным духом. И тогда, в конце концов, он приходит к идее отдельной выставки. Причем, кто ему посоветовал сделать отдельную выставку, это историк литературы и библиограф Тукалевский, который заведовал русским отделом Славянской библиотеки. И он предложил сделать эту Федоровскую выставку самостоятельным мероприятием. И вот они обсуждали, там очень интересно, в переписке, сейчас, конечно, нет времени уже цитировать, но в переписке Чьидзе и Ситницкого обсуждается наполнение этой выставки, которая должна была не только представлять там старые издания философии общего дела, ну и книги о Федорове, и статьи, и планировали они выставить репродукцию картины Пастернака Соловьева, Толстого, Федорова в музее и так далее. То есть там много должно было быть интересных материалов. И в конце концов, это замысел обретает уже конкретные очертания. Значит, сначала планируют они в конце декабря 1933 года, то есть буквально вот на годовщину смерти 28 декабря открыть. Вот, но, к сожалению, не успевают. И выставка проходит в мае. Выставка проходит в мае. При этом параллельно, вот почему еще, в общем-то, эти полгода оказалось важными, потому что, собственно, когда было заложено отделение Федоровиана Прогензия, вот в апреле 1933 года, то уже в мае, значит, музей, национальный музей рассылает официальные письма основным деятелям русской эмиграции. Вот о том, что создана пражская Федоровиана, даже в Советскую Россию они как-то осмелились послать это письмо. И, то есть, среди адресатов этого письма и Булгаков, и Бердяев, и Устрялов, и Савицкий, и Бицилий, и Корсавин, и Чижевский, и Гессен, Лукаш, Адамович, Степун, и Ильин. То есть можно перечислять и перечислять эти фамилии. То есть им была разослана вот эта вот информация с просьбой присылать какие-то материалы, откликаться, так сказать, на Федоров и так далее. То есть они фактически подготовили некую почву и получили уже ряд материалов. И поэтому выставка, которая открылась в мае уже 1934 года, она оказалась очень репрезентативной. То есть она вызвала колоссальный резонанс и не только в эмигрантской, но прежде всего в чешской культурной среде. Потому что очень важно, что, собственно, Чиидзе, он постоянно стремился одушевить идеями Федорова не только, вот как я говорила, деятелей эмиграции, но и чешских культурных деятелей. Ему это было важно, потому что ему был важен этот и русско-славянский диалог, русско-чешский диалог. И вообще ведь он видел, собственно, в идеях Федорова образ некой новой планетарности, то есть некого нового диалога народов и культур. И вот эта идея, поэтому ему удалось к выставке привлечь не только деятелей зарубежья, как я сказала, но целый ряд культурных деятелей Праги, русской Праги, то есть не русской Праги, а уже чешской Праги. И вот газеты, так сказать, чешская пресса, она активнейшим образом откликнулась на эту выставку. Вот как писала, например, газета Венков за два дня до открытия выставки. Через 30 лет после смерти Федорова, накануне 25-летия смерти Толстого, мир приходит к признанию русского мыслителя-философа, учение которого не было в ореоле славы, и тем не менее имело значительное влияние на учение Толстого и взгляда Достоевского. Дальше, значит, и дальше звучит тема славянства. Вот очень важная тема славянства. Он говорит о том, что нам важен Федоров, поскольку он является апостолом славянства, его учение привлекает в себе внимание целого мира. И он подчеркивает, что на выставке представлено издание со всех концов мира. Действительно, им удалось собрать то, что о Федорове выходит и в русской эмиграции 30-х годов, и то, что выходит, так сказать, на языках мира. Этого не так много, но то, что вышло, они, безусловно, нашли. Вот эта выставка. И кроме того, Чхидзе, я понимаю, что у меня уже, наверное, остается буквально одна минута, да? Я буквально перечислю так вот пунктирно, ищу, что еще было сделано вот в этом 1933 году. Значит, кроме того, Чхидзе и Сетницкий, они готовят большой такой том «Вселенское дело». Это сборник памяти Федорова. Первый его, первый сборник вышел еще в 1913 году, в 14-м году, собственно, накануне революции. В 1934-м они печатают новый выпуск «Вселенского дела», который как раз посвящен теме Федоров и русской зарубежья, где Сетницкий пишет в предисловии о том, что, собственно, смысл иммиграции, буквально, так сказать, повторяя, да, слова Гиппиуса Мережковского, да, вот это посланничество. То есть, мы должны ознакомить Европу с тем, что называется русской идеей. Значит, вот этот сборник, который тоже активно рассылается и распространяется в русском зарубежье, фактически весь его тираж, Чидзе, публикуя его в Харбине, отправляет его в Европу. И, наконец, Лимитрофы. Вот очень интересные вещи происходят в Лимитрофах. Но прежде всего, это Литва и Эстония, где существуют небольшие литовские, эстонские группы, евразийские, но очень активные. Вот, то есть, Вильна, это Дорофей Дорофеевич Бохан, редактор выходивших Вильна газет «Новая искра» и «Наша жизнь». Вот его дочь, филолог, публицист Софья Дорофеевна Бохан. В Эстонии это инженер-экономист Владислав Пель, Владимир Простосердов, Чуев, Снетков. Это простые такие были люди, рабочие, но интересовавшиеся, так сказать, философией и культурой. И вот они переписываются тоже с Федоровым, ой, что я сейчас говорю, с Чидзе. И вот благодаря им как раз в конце 1933 года и в начале 1934 года целый ряд и эстонских, и литовских газет откликается на юбилей Федорова с целым рядом статей. И кроме того проходит панихида. Вот в 1933 году проходит, им удается организовать панихиду по Федорову с таким очень ярким словом о нем священника Снеткова, который был отцом одного из евразийцев. И дальше они идут к изданию собственного евразийского сборника, в котором тоже они хотят как-то представить идеи Федорова для современности. Ну вот этот сборник «Поток Евразии» он выйдет только в 1938 году, но вот этот вектор целостного идеала, который утверждали евразийцы в лице Чидзе с опорой на Федорова, он безусловно там звучит. Ну вот на этом я остановлюсь. Если, не знаю, будет, может быть, какие-то уже публикационные предпринятые шаги, то, естественно, вот все это будет в более развернутом виде уже в статье. Спасибо большое. Если будут вопросы, я готова ответить. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok